Привет всем! Судя по вашим комментариям, видео понравилось. Делаем эту рубрику постоянно и сразу зачитываю вопрос. Мне его задала клиентка, она врач. Содержится ли оксид железа в пигментах? Я понимаю, что это красный и он, конечно, содержится в пигментах для бровей и губ. И она мне говорит, что в таком случае перманент это противопоказание для МРТ, так как любое содержание железа при сильном магнитном поле может вызвать ожоги. Вы сталкивались с такой информацией? Я сама имею огромную татуировку. Естественно, здесь коричневые и красные цвета, как видите, преобладают. Я делала МРТ несколько раз, никаких ощущений я лично не испытывала. У меня татуаж губ, у меня татуаж век и бровей уже, наверное, лет 10. Иногда они очень яркие, иногда они бледные. Я абсолютно никаких ощущений в МРТ аппарате не испытывала. У меня больная спина, я делаю их. Знаете, я уже клиент постоянно меня узнают в лицо, когда я прихожу делать МРТ своей многострадальной поясницы. Никаких ощущений я не испытывала. Я спрашивала у Виталия Микрюкова. Кстати, я буду часто на него делать отсылки, потому что, во-первых, он доктор, он кандидат медицинских наук, он занимается лазерным удалением татуажа, все знает об аппаратах и ссылка на него будет в описании к этому видео. Можете также задавать ему вопросы. И у него есть развернутое с точки зрения доктора, который изучает пигменты и их поведение в коже, видео на тему МРТ, КТ и прочих исследований. И он также опроверг опасения мои по поводу того, не только мои, а клиентов, которые пишут такие вопросы, а по поводу того, что опасно делать МРТ и КТ, особенно МРТ, потому что это магниторезонансная терапия. И вот эта вероятность, что мощный магнит притянет частички железа, который содержится в пигменте, который внесен вам под кожу и вам будет больно, вы получите какие-то ожоги, он также не подтвердил. Он сказал, что, возможно, небольшое какое-то неприятное ощущение жжения, но никаких проблем никогда ни у кого не было, даже у людей, у которых есть обширные татуировки. Подумайте сами, когда вы делаете татуаж губ, например, вроде площадь большая, но вы капаете 6-8 капель, вы часто разбавляете разбавителем. И я советую вам обратить на это внимание, кстати, про потерю пигмента во время работы, сколько пигмента остается на ватном диске, который вот вы без конца протираете излишки, стираете во время процедуры, промакиваете иголку. И в итоге, мне кажется, что действительно в кожу вносится пару капель. Вот это вот все, плотный прокрас, это пару капель пигмента. Причем часть его выкидывается организмом во время заживления, уходит вместе с корочками. Поэтому такое минимальное количество в виде перманентного макияжа на бровях или на губах, ну никак не может повлиять на МРТ исследования и тем более создать какие-то некомфортные ощущения во время этого исследования у носителей перманентного макияжа. Еще раз посмотрите на мою татуировку. Ей 2 года, я за эти 2 года делала раза 4 МРТ и лежала по 40 минут в аппарате и вообще ничего не испытывала. Поэтому это скорее такой, знаете, притянутый за уши миф, возможно, недобросовестных каких-то производителей пигмента, которые утверждают, что у них какие-то супер очищенные оксиды железа в их красках, пугают вас, создавая вот такие мифы. Поэтому расслабьтесь, делайте МРТ, делайте татуаж и своим клиентам приводите в пример татуированных людей или себя, или меня. Делайте отсылку сюда. Ну и опять, напишите вопрос Виталику Микрюкову, он вам обязательно ответит на него более медицинскими терминами, если вдруг вам нужно, чтобы с вами разговаривал, ну скажем так, медицинский работник, то есть доктор. Следующий вопрос. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, коррекцию на межзетничку можно ли делать сразу после заживления? Клиент уезжает надолго и ей хотелось добавить цвета». Я сталкивалась безусловно огромное количество раз с клиентами, которым срочно надо уезжать и надо сделать коррекцию. Не вижу смысла, вы можете сделать только хуже, потому что сразу после заживления я подозреваю, что здесь имеется в виду, когда корочки сошли. Потому что вот это внешнее ощущение, что все зажило, когда отшелушились корочки, оно обманчивое, на самом деле процессы внутри идущие идут месяц, а то и полтора. И конечно, когда-то я пробовала делать коррекцию раньше, чем нужно, делала через полторы недели, через две недели, сразу после схода корочек не делала ни разу. Когда сходит корочка и там видно вот эту молодую кожу, и даже я на себе видела это, что это нездоровая, не полностью обновившаяся, не полностью восстановившаяся кожа под болячкой. Наш татуаж – это тоже повреждение кожи, и когда корочка сошла, вот эта кожа молодая, если вы начнете ее травмировать с новой иголкой, скорее всего, даже выбросит еще больше пигмента, и ваша процедура станет бессмысленной, и вы как бы ухудшите ситуацию. Минимум две недели дайте восстановиться, если клиент ваш очень сильно спешит. А если он уезжает в отпуск, то лучше сделать коррекцию после отпуска, потому что обычно в отпуске нарушают вообще все, что можно по уходу. И купаются, и загорают, и все на свете делают. Поэтому моя вам рекомендация не делать, не идти на поводу клиента, быть убедительным мастером, который знает себе цену, знает цену своим словам и отказывает железобетонно. Поэтому не слушайте клиентов, они всегда будут пытаться нарушить какие-то правила по уходу, правила по восстановлению, и потом обвинят вас, скажут, ну ты же согласился, ты знал, на что идешь. Поэтому отказывайте смело, ничего хорошего вы не получите. Тоже вопрос, удаление или корректором можно. Такой цвет на бровях, он не вызывает у меня никакого протеста, если бы была хорошая форма, если бы не было настолько сильно сведено к переносице, и такие четкие границы не были бы у головок бровей, я бы вполне себе перекрыла. Можно сделать и посветлее, и покоричневее, изменить форму, потому что цвет неплохой. И тем более перед нами брюнетка. Но в этом конкретном случае я бы отказала или хотя бы сначала вот эти вот места облегчила, потому что форма не украшает. Хоть и достаточно симметричные сами по себе брови, достаточно тонкие, войдут практически в любую форму новую, нарисованную. Но вот по мне так, одна из головок слишком близка к переносице и имеет слишком четкие границы. Поэтому вот эту часть я бы удалила и сделала бы красивую форму. Потому что перекрытие – это не всегда исправление цвета, это почти всегда исправление формы. А конкретно в этом случае форма не очень. Так, еще тема насчет пигментов. В чем разница пигментов для волосков и для растушевки? Конкретно наши, например, гибриды, если взять. Это очень концентрированные пигменты. Если вы хотите сделать пигменты предназначенными для растушевки, то что вы делаете? Вы разбавляете. Это значит, что они становятся менее концентрированными, это значит, что дымка получится скорее всего более мягкая, они лягут более прозрачно и вы не совершите ошибки. Нашими пигментами, гибридами можно делать и волоски и растушевку вообще без проблем. На волосках обычно не разбавляют, может быть максимум одну каплю добавляют разбавителя, просто чтобы он стал более текучим. На растушевке вообще никаких проблем не вижу, но вы можете разбавить чуть ли не один к одному разбавителем, потому что избежите ошибок. У нас есть лайт версия пигментов, это уже заранее разбавленные пигменты. Ими волоски делать тоже получится, но они будут бледнее, чем вам хотелось бы. То есть, на детской коже салапеция, когда вы работаете, на очень светлых безволосых таких, знаете, бровях с тонкими, как паутинка, волосками. Да, можно нарисовать волоски этими пигментами, но скорее всего вы не будете довольны результатом, потому что разбавленными пигментами проще делать растушевку и сложнее делать волоски. Наши минералы, они тоже максимально концентрированы, ими отлично получается делать волоски, отлично получается делать растушевку. Также вы можете их слегка разбавить, если не уверены в своей технике, для того, чтобы делать растушевку. Разбавлять их на волосках, может быть, только для того, чтобы сделать их чуть-чуть жиже, потому что мы добивались максимальной концентрации, из-за этого они гуще, чем гибриды, но в принципе обходятся прекрасно и без разбавителя во время работы на волосках. Если вы имеете какие-то в арсенале пигменты, изначально которые прописаны как пигменты для растушевки, то готовьтесь к тому, что ими будет сложно укладывать волоски. Потому что, раз производитель такое заявляет, то значит, они либо разбавлены, либо там очень много диоксида титана. Это опять я вспоминаю из своей практики пигменты, которые назывались Face in Body. Они были очень густые, но волоски рисовать им было просто смерти подобно. Ты просто бесконечно рисуешь, волосков не видно, они как-то размываются, расплываются. Я не знаю, из-за чего это, эти пигменты были очень светлыми, они были такие белесые, все разбеленные. Там явно было много диоксида титана, потому что я видела их спустя полтора года примерно носки, и цвет уходил, оставалась белесая полоска, как замазка, как на губах, когда много диоксида титана остается, и цвет уходит, и получаются белые губы. Ими волоски рисовать было невозможно совершенно. И возможно, в том числе, из-за какой-то такой основы, которая подплывает, расплывается в коже именно. Если касается дела наших пигментов, то абсолютно всеми, кроме light версии, вы можете рисовать и волоски, и растушевку. И можете их даже не разбавлять. То есть, это зависит от того, насколько часто вы совершаете ошибки. Чем чаще вы совершаете ошибки в виде заглубления, каких-то стыков пятен и некрасивой формы, тем с большей вероятностью я бы порекомендовала вам разбавлять пигменты, потому что ошибки будут меньше видны. А вообще, какой-то принципиальной разницы между пигментами для волосков и растушевки я не вижу. Может быть, какие-то производители, пытаясь расширить линейку, одни и те же пигменты продают как для волосков, как и для растушевки. Не очень понимаю. Возможно, какой-то такой маркетинговый ход. Следующий вопрос. Почему после коррекции остаток больше? Не в том плане, что пигменты еще добавляем, а он действительно лучше приживается. Такой тоже вопрос новичка, наверное, потому что он еще не понимает, как это работает. Я могу объяснить это просто. Во-первых, от момента первой процедуры и до коррекции проходит месяц. И если вы работаете даже с двумя-тремя клиентами в день, просто посчитайте, насколько уже более уверенным мастером вы становитесь. Это во-первых. Во-вторых, вы кладете пигмент вторым слоем и его, естественно, становится больше, он становится насыщенней, визуально более видным. Это тоже может объяснить, почему его становится больше. Это не какое-то чудо чудесное, что вы перепахали кожу еще раз. Через полтора месяца к вам пришел клиент, вы сделали коррекцию, и кожа вот так вот взяла пигмент и оставила в себе еще больше. Случилось какое-то чудо. Нет, просто пигментов в коже стало больше и вы стали более уверенным мастером. Плюс, скорее всего, вы почувствовали кожу, поняли, как с ней работать. Потому что, действительно, если 2-3 клиента в день, если вы работаете 20 дней, то есть, это 40-60 человек, как минимум, за месяц, с которыми вы поработали и уверенности добавили в своей работе, стали более плотно укладывать пигмент и так далее. То есть, чудес каких-то вот таких особенных нет. Еще интересуют техники липлайт, лисировка, дотворк. Расскажите подробнее, пожалуйста, об этих техниках. Как всегда, я еще раз напоминаю, я своего мнения на эту тему не изменила. Существует всего лишь 2 техники в работе, например, на бровях. Это растушевка и волоски. Вы можете их между собой смешать и это будет растушевка с волосками или волоски дополнены растушевкой. Это уже не суть важно. Волоски делаются разными способами, но это, тем не менее, линейная такая техника. То есть, благодаря полосочкам тоненьким, имитирующим волоски, вы создаете вот такую реалистичную бровь, вот как у меня сейчас, например. Техника дотворк – это точки. Иногда балуются этой техникой мастера татуировки. Они делают ее и единичками, и пучками небольшими. Это когда, знаете, есть в живописи, мы проходили и пару месяцев рисовали в этой технике. Называется техника пуантилизм. Загуглите, это интересно. Когда ты такими точками работаешь, это могут быть точки от ручки и это могут быть такие шматки краски, которые между собой не размазываются, не соединяются. Но визуально, когда ты близко смотришь, это что-то безумное, какая-то каша. Когда ты отходишь на 2 метра, ты видишь какую-то прекрасную картину, и она создана вот такими вот просто шматками краски, однородными такими тычками кисти, скажем так. Дотворк – это из этой же области, то есть мастера при помощи точек создают большие какие-то области закрашивания. То есть, это может быть вся работа выполнена точками, может быть какие-то дополнения в виде точек. И когда этой техники пытаются учить, например, пытаются сделать так, что это вот они обладают каким-то знанием безумным, которое только у них вы можете почерпнуть. Это все попытки продать то же самое, что другие, назвав это каким-то таким именем, названием непонятным для основного количества мастеров, которые не связаны, например, с рисунком и с живописью. Если уж приглядеться, то в принципе мы все работаем в технике дотворк, потому что вот этот наш штрих – это серия точек, выстроенные в полоску. И они все между собой перемешиваются и выглядеть начинает все равномерно. Мне совершенно не нравится результат, который получают мастера, делая вот такие прикосновения к коже, пытаясь что сделать? Пытаясь сделать так, чтобы машинка несколько раз прикоснулась к коже, оставила там больше пигмента. Это чревато тем, что вы насажаете пятен. Некоторые очень опытные мастера показывают, что так можно и нужно работать, но это может сделать только мастер с очень четкой, легкой рукой, потому что стоит чуть-чуть задержаться и машинка, потому что имеет возвратно-поступательный ход, она оставит там больше пигмент, чем вы хотели, и это будет выглядеть как клякса. Поэтому проще замедлить скорость у машинки и контролировать штрих, оставляя вот эти точки на равном расстоянии, равномерно прокрашивать, не боясь, что вы оставите полоску, чем брать и вот так вот машинкой просто прикасаться. Вы можете в крайнем случае, знаете, когда бывает какое-то пустое пятно, маленькое, не знаю, со спичечной головкой, которая каким-то образом образовалась во время работы, локально закрасить его. Да, вы можете это сделать, но применять это как какую-то технику, которой вы будете постоянно работать с вашими клиентами, но я не рекомендую, потому что это просто кто-то придумал продавать свои уроки, назвав их dotwork. Лиссировка, чтобы вы понимали, это наслоение, то есть лиссировочная живопись, это когда вы рисуете какие-то полупрозрачные цвета, нанося их один на другой, они сквозь друг друга просвечиваются. Акварель – это лиссировочная техника. Но это тоже, по сути, растушевка, если это применять к татуажу. То есть такое наслоение поэтапное, раз за разом, с усилением в нужных местах, например, в центре брови, когда вы создаете градиент. Это в любом случае попытка стать уникальным, чтобы к нему пошли учиться. То есть, на мой взгляд, это не очень добросовестно, не очень правильно по отношению к новичкам. А новичкам я рекомендую просто иметь более широкий кругозор. И если уж вы пошли в татуаж, то вы должны быть немножко художниками, ну и изучите в принципе, как это работает, что значит кроющие пигменты, что значит лиссировочные пигменты. То есть, в нашем случае можно сравнить лиссировочные пигменты, если вы очень сильно разбавите какой-то концентрат. Концентрированная краска, ну как наши гибриды или как наши минералы, например. А если брать, например, сравнивать с гуашью, то это концентрированная краска, когда вы максимально уверенно и четко кладете пигмент в кожу. Мне кажется, не очень правильно переносить из живописи и рисунка академического термины в татуаж. Потому что все, что мы делаем, это либо растушевка, а она может быть разной. Она может быть плотной, полупрозрачной, вообще легчайшей дымкой, дымкой с градиентом, когда вы создаете какую-то форму благодаря объему. Если это волоски, ну сами понимаете, там тоже можно разгуляться, можно нарисовать просто ровные полосочки, можно нарисовать прекрасный рисунок, который будет не очень похож на брови, но очень красиво иметь переплетение и узоры. Есть мастера, которые увлекаются этим. Либо вы можете сделать имитацию брови, что на самом деле самое правильное. То есть, прям попытаться воспроизвести настоящую бровь просто на лице клиента, у которого нет бровей. Техника Lip Light тут упоминается. Это попытки высветлить белым цветом какие-то детали. То есть, это опять, знаете, перенос из декоративного макияжа каких-то техник в перманентный макияж. Я считаю это неправильным, потому что декоративный макияж может очень многое. Вы можете контурировать лицо, вы можете выделять скулы, вы можете вообще делать лицо неузнаваемым, то есть, убирать объем с щек, менять форму носа благодаря вот этим переходам светлого, темного. И это все можно стереть и остаться самим собой. Но когда начинают мастера творить черное, вот сейчас здесь где-то появится видео, посмотрите, пожалуйста, и не делайте так никогда, потому что это трэш. Потому что, когда создается на лице высветление на носу, на щеках, на губах, вокруг губ. Это неправильно, потому что это большое количество диоксида титана, который не факт, что внесется правильно, не факт, что ляжет равномерно, потому что вы вносите его в кожу, вы можете ошибиться, можете напятнить, можете заглубиться им также. Чем глубже лежит цвет, тем он больше искажается. Это касается также и всех белесых оттенков. И я категорически против декоративности в перманентном макияже, потому что, мое мнение, мы всегда должны немножко улучшить, немножко сочнее сделать. Но вся декоративность должна остаться для декоративной косметики. Вот эти высветления, белые полосы под бровью, безумные стрелки разноцветные, как хвост павлина, который когда-то рисовали, было модно, слава богу, это ушло. Когда высветляют спинку носа или делают румяна перманентным макияжем, это плохо. Это одновременно убивает все возможности вашего клиента заниматься большим количеством косметологических процедур. Это одновременно обрекает вашего клиента на то, что цвет этот возможно изменится, потому что не все белые краски это чистый, правильный диоксид титана, который никогда не изменит цвет. Напротив, почти все белые маленькие татуировки или вот эти вот камуфляж кругов под глазами или какие-то вот эти вещи, когда камуфлируют витилиго на лице. То, что я видела, со временем превращается в какой-то некрасивый, желтоватый, серовато-желтоватый, такой неестественный цвет замазки на лице. И вы должны понимать, что лазером не удалить уже. То есть, от лазера возможно какое-то изменение цвета негативное, но вывести при помощи любого лазера диоксид титана из кожи невозможно, по-моему, на 100%. Опять спросите у Виталика Микрюкова, скорее всего, он более развернутый ответ даст, но я никогда не сталкивалась с тем, ни разу в жизни нигде не видела, чтобы качественно при помощи лазера удалили диоксид титана из кожи. Особенно, когда это вот эта нежнейшая кожа под глазами, и её закрашивают, чтобы якобы убрать синяки, лишая клиентов возможности обратиться к косметологу. Утяжеляя, насыщая крупными частицами диоксида титана вот эту нежную кожу под глазами, синяки все под глазами, я рекомендую лечить у врачей или у врачей-косметологов. Я имею в виду, что очень часто бывает вот эта синюшность, какие-то проблемы из-за проблем с шеей. Короче, очень много вариантов того, как можно вылечиться, но это явно не закрасит диоксидом титана. Поэтому все декоративности на лице, я прям руки бы отрывала таким мастерам, я считаю их очень плохими людьми. Именно потому, что они, есть два варианта, либо они тупые не изучили, вот прям тупые и не изучили вопрос, как будет удаляться, как будет себя вести диоксид титана в коже со временем. Либо они знают, что это плохо и все равно это делают еще и часто за большие деньги. На мой взгляд, это порча кожи лица клиента за его же деньги и ненесение потом ответственности перед ним. Есть вариант, что такие мастера, знаете, кладут очень прозрачно, они повреждают кожу и там пигмента почти не остается. И потом они клиенту говорят, смотри, как красиво. И клиент под давлением этого мастера такой, да, вроде красиво. Возможно, еще от травматизации обширной кожи получается, что кожа обновляется и она начинает выглядеть, может быть, немножко лучше. Но это явно не потому, что в коже диоксид титана. Это же касается вот этой техники BB Glow, которая стрельнула и многие мастера ею занимались, еще и брали огромные деньги у клиентов. Меня просто разрывало от негодования, когда я видела вот эту вот фигню, которую продают маленькие вот эти пузыречки за большие деньги, делают процедуру за большие деньги, портят людям лица, возможно, заносят инфекцию, потому что это делается черти чем. Потому что, что в этих пузырьках, никто не знает, кто их произвел, никто не знает. На самом деле, проводила расследование один известный блогер и в итоге там оказался просто тональный крем разбавленный. То есть, вы вносили, но эти люди вносили в кожу что-то вообще неведомое. Очень плохое отношение клиентам ради того, чтобы урвать побольше денег. Неэкологичные отношения с клиентами. Нерукоподаваемый мастера. Все, кто этим занимался, не уважаю вообще и ни в коем случае не рекомендую заниматься такими вещами, как порча лиц вашим клиентам. Я, конечно, максимально развернуто ответила. Подытожим, резюмируем, так сказать. Любая техника на лице вашего клиента – это растушевка нескольких видов, разной плотности, разного градиента, не знаю, переходов и так далее. Или это волоски, если мы говорим о бровях. Все, ничего нового не изобрели, не придумали. И все названия, которые вы видите, что вот мастер продает технику и только он может ей научить, и она называется как-то совершенно уникально, это все чёс. У них не хватает, но они пытаются выделиться и считают вас дурачками. Так, еще вопрос мучает одного мастера. До вчерашнего дня в вашем видео о колористике вы сказали, что теплым цветотипом идут теплые цвета и холодным цветотипом холодные. А нас на обучении учили, что все-таки противоположные теплым клиентам пигменты с холодной основой и холодным клиентам пигменты с теплой основой. Как же правильно или я вас неправильно поняла? Да, вы совершенно абсолютно меня неправильно поняли. Потому что смотрите, когда мы работаем с лицом клиента, мы должны мыслить двумя как бы категориями. То есть, вот перед нами сидит девушка, мы должны определить ее цветотип для того, чтобы подобрать ей пигмент. Давайте возьмем ярко выраженный цветотип, холодный, максимально самый яркий – это зима. Это белая прибелая кожа, черные волосы, какие-то светлые глаза, обычно какие-то синие, голубые или серые. Этим клиентам идет определенная палитра, чтобы они были красивыми, им идет только яркие холодные оттенки. Это и касается цвета помады, и касается цвета бровей. Но, если перед вами сидит девушка с прекрасной алебастровой кожей и губами синюшными, потому что ее губы синие всегда, может быть, у нее пережаты сосуды в шее, может быть, у нее так близко сосуды находятся, что от малейшего холодка она начинает синеть губами. Это самое частое то, что мы видим. И этому клиенту, понимаете, идет чисто визуально холодный цвет губ. Но, если вы на нее положите, на ее эти синие губы положите холодный цвет губ, к вам придет сиренево губая клиентка на коррекцию. Понимаете, о чем я говорю? Ей идет холодный оттенок, но вносить в кожу вы ей должны теплый цвет, потому что он нейтрализует ее холод губ и будет выглядеть нейтральным и красивым. Вы не можете ни в коем случае работать с ней какими-то сливовыми, вишневыми, такими холодными с синевой оттенками, потому что вы только усугубите ее проблему. Итак, мы при выборе пигмента основываемся на то, как она должна выглядеть в итоге. То же самое касается бровей. Вы не можете работать на ней очень теплыми коричневыми цветами, если бы это был декоративный макияж. Но с учетом толщины кожи и вашей руки, то есть, вдруг вы глубоко работаете, вдруг у вас тяжелая рука и вы понимаете, что все цвета выглядят холодными после заживлениями. Тогда на этой холодной клиентке, на этой зиме вы должны использовать теплый оттенок. Например, из нашей палитры это теплый брюнет, потому что заживет он холодным, потому что у этой клиентки толстая кожа и потому что у вас тяжелая рука или потому что вы собираетесь очень плотно прокрашивать ее брови. Ей нужна максимальная насыщенность. То есть, почувствуйте разницу. С точки зрения макияжа этому клиенту подходят только холодные оттенки, как на бровях, так и на тенях, на глазах. Мы об этом не говорим, тени уже никто разноцветной не делает практически. И холодные оттенки на губах. Но вносить в кожу вы должны более теплые оттенки, если у вас тяжелая рука, если толстая кожа перед вами, если вы будете плотно прокрашивать. Если перед вами сидит цветотип зима, я не буду все цветотипы перечислять, вы должны примерно понять просто, о чем я все время говорю и еще раз пересмотреть мой вебинар о колористике, более вдумчиво подходя к тому, что я говорю. Разглядывая вашего клиента, вы должны понять, какая палитра ему подходит, но выбрать цвет вы должны с учетом работы своей руки и с учетом кожи вашего клиента. Давайте для контраста с холодным цветотипом зима я приведу вам еще и такой теплый цветотип. Это осень и весна. И там бывают такие светлые, такие нежные девушки с такими прекрасными полупрозрачными какими-то цветами на лице. И им подходят по колористике к цветотипам, к этим подходят теплые оттенки. Но если вы собираетесь работать очень прозрачно, например на бровях, например вообще нету бровей или такая легкая паутинка, то есть не нужно плотно прокрашивать. И вы возьмете теплый русый, например, и поработаете очень прозрачно, то он может зажить просто-напросто желтым. Понимаете? То есть наш холодный русый, это тоже не прям холодный серый цвет. И на девушке теплого цветотипа с полупрозрачными своими бровями, которым нужно просто придать форму и поработать очень-очень прозрачно и поверхностно, я бы не взяла теплый пигмент, понимаете? Потому что это не декоративный макияж, потому что мы вносим пигмент в кожу, потому что он всегда выглядит немножко холоднее, когда заживает. Немножко. Особенно, если вы работаете поверхностно и полупрозрачно. Если этой теплой девушке я возьму теплый цвет, поработаем полупрозрачно и поверхностно, то он будет выглядеть вообще желтым или оранжевым, понимаете? О чем я говорю. Рассмотрите обязательно эти фотографии, которые я показываю. В этом случае я бы взяла и поработала холодным русым цветом, очень полупрозрачно, просто придав форму бровям, просто дав оттенок такой легкий. Если бы это была девушка с пучками на бровях, и я бы понимала, что мне нужно работать плотно, то есть, скорее всего, я поработаю немножко глубже, или это была бы девушка такая теплая, с толстой очень кожей и с пучками на бровях, я бы понимала, что я буду очень плотно работать. Я бы взяла теплый русый в этом случае, потому что он при заживлении будет выглядеть немножко более холодным, потому что его в коже много, потому что кожа толстая, потому что я прокрашивала плотно. Поэтому вот эти нюансы вам нужно понять и разобраться. Особенно, это касается губ всё-таки, потому что на цветотипы мы обращаем внимание именно в основном, когда подбираем цвет губ, потому что холодным цветотипом не идут теплые оттенки на губах. Теплым цветотипом не идут холодные оттенки на губах. Есть, конечно, огромное количество нейтральных таких непонятных переходных цветотипов, когда это не определишь, какой именно, и таким можно подбирать практически любой цвет губ. Единственное, надо смотреть на то и спрашивать вашего клиента, синеют ли у него губы, когда он замерзает. При внешности, которой подходит, например, прохладный какой-то красивый цвет, если губы замерзают, то он, скорее всего, заживет гораздо более холодным, и когда она будет замерзать, он будет становиться вообще несъедобным, некрасивым. Поэтому поизучайте цветотипы, посмотрите, кому какой цвет подходит, а пигмент выбирайте в зависимости от того, какая техника предстоит, то есть волоски или растушевка. Растушевка плотная или полупрозрачная. И основное внимание обращайте на толщину кожи на бровях и на подтон своих губ, потому что бывают и свои губы очень яркие, вишневые, насыщенные, холодные, и их нужно бы нейтрализовать, чтобы они не выглядели вот такими синюшными после замерзания или заживления. Я надеюсь, я подробно объяснила. На всякий случай, пересмотрите еще раз мою колористику. Если этот вопрос мной сейчас был раскрыт недостаточно, или я вас запутала, напишите в комментариях, пожалуйста. И, возможно, я сниму тогда для вас видео, прямо вот так вот будет портрет и подходящий к нему цвет, и какие-то характеристики. И, кстати, у меня стоит задача. Вот, например, губные пигменты, это наша новая линейка. Смотрите, тут есть очень холодные цвета. Вот, например, посмотрите, насколько холодный цвет. Вот этот цвет очень холодный, вот этот уже идет как почти нейтральный, потому что если его растереть, он и не холодный, и не теплый. Вот этот вообще ледяной, вот этот холодный. Вот этот отличный цвет тоже я бы отнесла к нейтральным, хотя в нем есть некая коричневинка. К очень холодным синюшным губам я бы его не применяла. А есть цвета, который теплейший, прекрасный цвет, которым можно работать на цветотипе зима с холодным цветом своих губ, потому что он заживет, нейтрализует немножко цвет и будет выглядеть отлично и будет выглядеть подходящим. И у меня стоит задача создать видео, я над этим работаю, потому что надо очень большое количество лиц найти для того, чтобы показать, кому какой цвет подходит и в каких техниках можно работать. К каждому нашему пигменту это будет большое видео развернутое. Я дам комментарии с фотографиями, с техниками, как применять его, опасно, не опасно, в каких случаях. Это будет очень развернутое видео, я к нему готовлюсь, так что ждите. Кстати, это дополнение к предыдущему вопросу. Вы же не одежду подбираете, есть рыжий с теплой кожей и медовым оттенком. Что делать, какой цвет бить? Рыжий что ли? Рыжие люди есть. Есть комментарии, что я не встречала никогда клиентов с по-настоящему теплыми волосками на бровях. Обычно это какие-то серые, серо-коричневые волоски, даже если волосы какого-то медового оттенка. Я встречала людей, у которых теплые брови и которым подходит реально наш, например, шатен, которого все боятся и который на самом деле прекрасный цвет. То есть, им можно работать плотно и он заживает красивым, насыщенным таким коричневым с рыжиной цветом. Им можно работать полупрозрачно вот на таких вот рыжих девушках с холодной кожей. Как бы тут мы не о коже говорим, а о цвете волосков на их бровях. Им подходит только вот такой цвет. Если вы поработаете русым, его будет недостаточно, он будет слишком жёлтым для них. Если вы поработаете каштаном, у него красная основа и он не будет подходить тоже этим волоскам и этому цветотипу и этому лицу в общем. Поэтому вот, например, девушка, на которой стоит работать только русым. То есть, ей не подойдет ни шатен, ни каштан, потому что у нее тоже теплые волоски на бровях и в зависимости от того, пучки у нее или полупрозрачно раскиданные свои волоски, ей нужно выбирать, например, если это полупрозрачно раскиданные волоски, то холодным русом полупрозрачно поработать, создать форму. Если это пучки, тогда берем теплый русый и также создаем форму, плотно прокрашивая, и он будет выглядеть нейтральным после заживления. И перед вами тут, сейчас вы смотрите, насколько теплые волосы на бровях и насколько прекрасные формы и насколько прекрасно можно использовать всю эту палитру пигментов, которых я создала. То есть, русый, теплый русый, плотно, каштан холодный, полупрозрачный, каштан теплый, плотно. То есть, все эти брови создаются именно вот такими цветами в соответствии с тем, какой толщины кожа и какую вы выбираете технику. То есть, работать в волосках полупрозрачно или плотно. Так, вот сложный вопрос, сейчас постараюсь на него ответить с картинками. Девочки-мастера, вы начали тему про старческие губы и свернули. Только написали, что при растягивании получается неровный контур, в кисетные морщины может попасть пигмент и растечься. Облазила весь инет, ничего не нашла, хотела посмотреть видео. А у меня на субботу две такие губы. Хотя бы в двух словах опишите подробности и дайте свои советы. Это действительно одни из самых сложных губ, с которыми вам может предстоять работать. Вот если мы уйдем от того, что вот они губы пришли, надо с ними работать, я не очень понимаю, чего хотят эти клиенты. Правда, с настолько неухоженной кожей, там столько проблем, которые надо решить, прежде чем делать татуаж губ. Но желание клиента закон. И вот пришел к вам клиент, вам нужно зарабатывать деньги, он хочет, жаждет просто получить татуаж губ. Мой совет на таких губах. Во-первых, вы не можете их сильно увеличить и здесь прям минимальное увеличение. Во-вторых, здесь действительно есть кисетные морщины. И я не у себя, а у своих мастеров наблюдала картину, когда по кисетным морщинам, особенно на сухой такой тонкой коже, начинает подплывать пигмент. Как примерно вот, наверное, каждый из вас видел подтеки на стрелках. Вот такое же бывает и на губах. Чтобы этого не было, во-первых, работайте в бесконтурной технике. Если вы привыкли работать с контуром на губах, то есть, вы делаете тонкую линию и потом от нее прокрашиваете, это нормально. Единственное, что вам нужно делать, это не работать травматично. То есть, контур не должен быть как нитка, когда вы воткнули глубоко иглу и провели ярко выраженную такую линию, от которой вы потом пляшете и все прокрашиваете. Потому что у вас в руках игла единичка, потому что она травматичная. Потому что, когда вы ведете линию, вы как нож в масло проваливаетесь глубже и, во-первых, меняется цвет, во-вторых, на таких губах это чревато подтеками. В-третьих, не берите яркие цвета для таких клиентов, потому что чем ярче насыщеннее цвет, тем с большей вероятностью такой потек или какую-то ошибку вы совершите. Вот здесь есть следующая фотография, сейчас она появится здесь. 63 года, подтекшие губы, кривой контур. Это вот как раз тот самый контур, о котором я говорю. Посмотрите, как сильно отличается контур от основного цвета. Это 100% один и тот же цвет, но на контуре мастер заглубился и плюс на коже лица цвет ложится немножко по-другому. Это даже на молодых губах наверняка вы замечали, чем на слизистой. Поэтому контур на губах должен быть легчайший, полупрозрачный, едва видный для того, чтобы просто он для вас служил границей для прокрашивания. А еще лучше создавать контур. Вряд ли такие вопросы задает опытный мастер, но наверняка вы видели, как волоски создаются вот такой вот техникой, как бы напылением. То есть волосок это не прямо такая линия сплошная, а напыление. Это когда рядом лежат несколько штрихов. Обычно так делают для того, чтобы в каких-то местах волосок сделать потолще. Вот таким, может быть контур на губах. То есть вы его создаете не чёткой тонкой линией, а такой линией толщиной примерно в полмиллиметра, может быть в миллиметр. Видно эту линию хорошо, но в этом случае вы будете работать уже такими растушёвочными штрихами и вы не заглубитесь и подтёка не будет. Также, наверное, да, растягивать кожу очень сильно не надо, потому что когда она сожмётся назад, у вас место, где была морщина и вы растянули, может сложиться не так. То есть, во время растягивания вы вроде нарисовали ровную линию, но когда отпустили и кожа сжалась в месте морщины, эта линия не соединяется ровно и получается такая как бы волна, какой-то провал. То есть, это не будет красиво, поэтому сильно не растягивайте. Но, естественно, глубину этой морщины прокрасить всё равно нужно, потому что если аж клиентка засмеётся, улыбнётся, то у неё получится рваный контур. Поэтому сильно не растягивать, это значит не растягивать до треска, когда вот прям вообще растянули, как барабан. То есть, слегка распрямить морщинки и лёгкими напыляющими движениями, светлым оттенком поработать с такими губами, потому что возрастные губы в первую очередь нуждаются в косметологии. То есть, это шлифовки, это заполнение какими-то гелями, чтобы увеличить объём и убрать кисетные морщины. Если к вам приходит клиент, который говорит «нет, я никогда не пойду к косметологу», и она хочет какие-то вот такие вот всё равно губы небольшие, но постарайтесь, если нет возможности отправить к косметологу такого клиента, постарайтесь работать с светлыми цветами, не выходить на поры, сильно далеко за контур губ ни в коем случае. И место для работы здесь, конечно, небольшое. Сейчас вот перед вами появится видео, где я вот на этих конкретных губах покажу, насколько их можно увеличить. И, на мой взгляд, это безумная работа, долгая, сложная и которая не осчастливит вашего клиента и вас. И вы не выставите её никогда в портфолио. И если, не дай бог, выставите, к вам пойдут ровными рядами такие же губы в надежде, что вы сделаете их красивыми, вы будете несчастны от такой работы. То есть, если к вам приходит какая-то бабуська или её привела какая-нибудь внучка, сделала ей подарок татуаж губ, например, вы можете оценить здраво её внешность и, возможно, предложить ей сделать брови, потому что обычно у таких бабусек и брови так себе они уже выпали, либо у них какие-то вот эти бесконечные косматые толстые волоски. Привести в порядок, сделать красивую форму и это изменит её лицо лучше. То есть, вы, как мастер, можете посоветовать просто не делать, потому что красивее не станет, потому что вот эти губы конкретно, если их развернуть и растянуть, они завернулись внутрь, они большие будут, но вы будете много работать, они оттекут и это большой объём работы, который не будет виден в конце, потому что, когда отёк спадёт, они опять свернутся, подвернутся. Потому что, я по себе знаю, вот у меня сейчас прекрасные губы. Буквально два года назад, до того, как мой мастер, мой косметолог, вернее, ботоксом не расслабил мне верхнюю губу, она у меня была почти вот такая. То есть, от того, что у нас такая неправильная мимика, мы часто злимся, поджимаем губки, это всё фиксируется, приходит в гипертонус и наши губы сворачиваются, подворачиваются и их как бы внутрь заворачиваются, из-за этого уменьшается в объёме. Поэтому, но если вы так сильно любите свою бабушку или маму, у которой возраст вот такой примерно, накопите денег, отправьте её косметологу. Пусть косметолог приведёт в порядок губы, чтобы они стали чуть более объёмными, разгладились киседные морщины и, может, татуаж даже не понадобится потом. В этом случае красивее не станет, работы будет много, довольны не будете ни вы, ни, скорее всего, ваша клиентка. Поэтому такой себе запрос. То есть, мы должны понимать, что мы не всемогущие. И даже если в процессе немножко отекут эти губы и будут выглядеть как бы неплохо, да, и можно выставить. Но надо понимать, что вы врёте вашим клиентам, потому что губы до и вот такие отёкшие, прокрашенные после заживут, они некрасиво также сожмутся, также будет не видна ваша работа. И я не вижу смысла выставлять такие даже работы. Поэтому, не знаю, я бы отказала. Вот если я мастер, у которого есть много клиентов и который не хочет экспериментировать, ну как бы не хочет экспериментировать, а который не хочет делать бессмысленную работу и брать с клиента деньги за эту бессмысленную работу, я бы просто отказала и предложила бы другую зону. Потому что 100% этой женщине нужен косметолог и, скорее всего, брови подойдут ей больше. А портить и создавать вот такие некрасивые контура, как вот на этой фотографии, я бы не стала. Но каждый мастер сам отвечает за то, что он делает и за свою репутацию, и за свое будущее, и за свое потраченное время в холостую. Поэтому, это, конечно, ваш выбор, но мне не нравится. Мне не нравится такая работа. «Женщина просит сделать губы. У нее после старого татуажа вокруг губ белый контур. Даже не вокруг, а за контуром. Что посоветуете? Надо разглядеть эти губы». Конкретно в этом случае, наверное, я не вижу особенных проблем. Здесь был раньше старый татуаж и, видимо, по контуру, так как увеличивали губы, работали больше, плотнее и там оставалось больше пигмента. Со всех губ пигмент практически ушел, а диоксид титана вот там, где плотно увеличивали форму, по контуру работали, немного остался. На нижней губе вообще не вижу проблем, потому что ее всю можно прокрасить и создать красивую форму. На верхней губе, наверное, я бы тоже поработала. Сейчас вот здесь появится картинка перед вами, докуда бы я дошла. Но, в принципе, конкретно в этом случае ничего прям супер криминального я не вижу. Если где-то останется немножко белого цвета вокруг губ, его можно потом аккуратно попробовать удалить ремувером. Чудес не бывает. Скорее всего, это глубоко лежащий старый застарелый цвет и у вас вряд ли может получится его убрать. Но в случае, когда это до перманентного макияжа, этот белый контур бросается в глаза. В случае, когда это будет заживший уже перманентный макияж с хорошо прокрашенными красивыми губами красивой формы, вот эта белесая полоска будет почти не видна. Цвет губ новый будет отвлекать и красивая форма будет отвлекать от нее. И конкретно в этом случае я бы работала просто как обычно максимально красивая симметричная форма, потому что губы неплохой формы. И если где-то будут проглядывать остатки, потом попробовать удалить их ремувером. Кстати, мое наблюдение по остаткам диоксида титана в губах, работать можно прекрасно, он ни на что не влияет. Просто вы прокрашиваете сверху, он работает как подложка. На нем, если он равномерно, тем более лежит, на нем очень хорошо виден новый цвет и он даже как-то ярче смотрится. Обычно новички жалуются, что на диоксид титана плохо ложится пигмент, но просто они еще не достигли мастерства, когда пигмент просто всегда хорошо ложится. И как только они видят какую-то особенность у человека, они сразу – это потому, что там диоксид титана, ой, это потому, что там гилауроновая кислота в губах, у меня не получилось. Это такая привычка наша обвинять что-то, все вокруг происходящее клиента и вообще луну и все на свете, все кроме себя. Поэтому с этими губами конкретно можно работать прекрасно. Такой вопрос мне прислали, он был выложен в инстаграм. «Мой стаж три года, делаю, по-моему, камуфляж, но давно мучает один вопрос, не знаю, как быть. Вопрос к опытным мастерам, можно ли сделать камуфляж у контура губ и как это будет выглядеть, через несколько лет». Кожа в углах под контуром надутая и красная, как волдыри или шрамы. Это от природы. Что вообще делать с такими губами, поярче цвет, камуфляж? Я вижу здесь своим неврачебным взглядом какую-то проблему, какое-то заболевание кожи. Явно по нему не стоит работать. Это нужно отправлять к дерматологу, лечить, а потом уже с разрешения дерматолога делать перманентный макияж, то есть травмировать иглой, вносить туда пигмент, потому что вы можете просто усугубить. И меня поражает, почему, когда какие-то видят медицинские, явно медицинские проблемы у клиентов, начинают спрашивать на форумах, в чатах, а просто-напросто не отправляют к дерматологу или к знакомому косметологу, который распознает эту проблему. То есть вокруг губ очень часто бывают какие-то долго незаживающие, какие-то высыпания, то есть это может быть всё, что угодно, и это явно нельзя травмировать иглой и делать камуфляж, тем более сверху, то есть закрашивать это телесным цветом и потом усложнять работу дерматологу с этой проблемой, когда она обострится из-за вашей работы. Поэтому не надо так делать, это неправильно. Так, и у нас есть ещё вопрос. «Подскажите, пожалуйста, как сделать почернее, использовала холодный брюнет, клиент попросил слабо покрыть, в результате получился больше коричневый, на коррекции может использовать 40% чёрного для век». Безумие и отвага, я бы назвала этот посыл, то есть явно брюнетка, чёрные волосы, седина, очень яркие пучки на бровях и человек сразу смело хочет добавить 40% чёрного в коричневый цвет. На самом деле здесь я написала, ответила, здесь ярко выраженная, недопрокрашена кожа. Мастер использовала цвет холодный брюнет, она правильно выбрала цвет, но не нужно спрашивать клиента, насколько прокрасить, потому что, когда такие пучки на бровях, нужно прокрашивать плотно. И здесь мастер явно настолько мало использовала потенциал пигмента, потому что при плотном прокрасе он выглядит почти чёрным. Это очень тёмный, очень насыщенный, очень яркий цвет для бровей, холодный брюнет. Им можно делать красивые градиенты, растушёвки, такие с плавными переходами. Им можно работать и плотно, при условии, что у вас хорошая рука такая, что вы работаете поверхностно, что вы не заглубляетесь. Если вы знаете, что у вас рука тяжёлая, тогда возьмите на этой клиентке подошёл бы и тёплый брюнет, но плотно-плотно прокрашивать, потому что, когда такие пучки, когда изменение формы идёт, обязательно нужен плотный прокрас. Есть мастера, которые берут два пигмента и основную форму создают тёплым брюнетом для того, чтобы прям хорошо, плотно прокрасить и чтобы цвет не выглядит слишком холодным, как если бы вы взяли холодный, например, брюнет. Опять при условии, что рука тяжёлая. И границу растушевывают и в районе головок уже холодным брюнетом, чтобы дымка не была слишком тёплой. Можно и такой метод использовать, но конкретно в этом случае я вижу, что кожа не толстая. Хоть вот здесь в переносице и немного расширенные поры, но в общем и целом это не толстая кожа. И я бы, при условии, что рука не тяжёлая, взяла бы холодный брюнет и просто плотнее прокрасила. Здесь ещё очень надо поработать над формой, потому что брови совершенно разной формы, потому что разная длина бровей, в разных местах изгиб. Одна бровь дугообразная, другая более прямая. Здесь есть работать, куда стремиться мастеру в работе над техникой и над формами. Хотя головки находятся на одном уровне, но от центра полупрозрачная бровь находится дальше. Поэтому есть над чем работать и просто нужно тем же самым цветом, просто более плотно прокрасить. И цвет этот отлично подойдёт к пучкам, к вот этим тёмным, этой яркой женщине на бровях создать красивую форму и добиться красивого цвета. Но не надо добавлять туда чёрный цвет ни в коем случае, потому что у вас техника хромает, судя по качеству работы и по формам. И что если вы заглубитесь, то это будет некрасивый сизый цвет. Так, и у нас серия фото до удаления про аллергию. То есть, такой животрепещущий вопрос. Очевидно, старые брови, то есть им много лет, заглубление, чёткая некрасивая форма и человек захотел удалить. Сразу после удаления такая неплохая инверсия в коричневый цвет. Если была бы красивая форма, можно было бы уже и оставить. Но через время, после видимо ещё одного удаления, появилась вот такая ярко выраженная аллергическая реакция. То есть, бровь набухла, покраснела, наверняка там есть зуд. И как Виталий Микряков, он мне предоставил, я взяла из его чата по лазерному удалению эти фотографии. То есть, человек может ходить годами с татуировкой или с татуажем и в какой-то момент обгореть на солнце, например. Или захотеть удалить эту давно некрасивую сделанную форму, изменить что-то в себе, воспользоваться услугой лазерного удаления и получить вот такую аллергическую реакцию. Что с этим делать? Я советую вас с Виталием Микрюковым, и в его группе вы можете найти гораздо более развернутые ответы. Но кратко нужно продолжать удалять, потому что пигмент, который находился в коже и не был аллергеном долгое время под воздействием ультрафиолета. Это случается за большой промежуток времени, потому что ультрафиолет всё-таки это такой медленный процесс. Или от воздействия лазера разрушается, меняется его химическая структура и начинается вот такая жёсткая аллергическая реакция. Само не пройдёт. Нужно, чтобы врач назначил антигистаминные препараты и продолжать удалять, потому что чем пигментов кожи меньше, тем будет менее выраженная реакция на аллерген. Других вариантов нету. И даже я слышала про иссечение кожи в некоторых случаях, когда это аллергическая реакция от татуировок чаще всего, потому что там очень много пигментов кожи. И опять у Виталика Микрюкова огромное количество вот таких вот жутких фотографий собрано, но аллергическая реакция на пигмент случается ну прям очень редко, ну прям крайне редко. И опять она почти всегда случается от воздействия лазером или медленного воздействия ультрафиолетом. У меня кстати татуировка моя прекрасная. И сделав её, я как положено людям, которые один раз сделать татуировку хотят ещё, засобиралась на ещё продолжение рукава, на другую руку сделать татуировку. Но у меня вдруг появилась аллергия. Причём она интересно проявилась вот в этой вот части, вот в этой части. Я потом поняла, что я мажу свою, я её хочу сохранить солнцезащитными кремами. Но я вот так вот просто мазнула, не домазала. И вот в этой части у меня проявилась аллергия. Я была на агрессивном солнце. Я написала своему мастеру, он мне посоветовал крем, от которого аллергия прошла. Но я поняла, что я не буду вносить снова в свою кожу так много аллергена. То есть я испугалась просто-напросто. Потому что от того, что солнце посветило, сожгло мне руку, и у меня проявилась эта аллергическая реакция не очень приятная. У меня чесалась рука, всё покрылось какими-то пупырышками и прошло только от воздействия мази. Я подумала, что я не хочу рисковать, потому что всё-таки иногда случается, что ты оказываешься на солнце без защиты и делать себе татуировку. Но если всё-таки какой-то трешак, и его надо удалять, и проявилась аллергическая реакция, ну, нужно закончить. И нужно понимать, что есть максимально аллергенные цвета, это почти всегда красные цвета. Очень много интересного у Виталика Микрюкова на эту тему есть. А у меня вылезла аллергия на зелёный цвет. Красный цвет вообще никак не среагировал, а зелёный, если я найду, то появится рядом со мной фотография моей аллергии. И я побоялась и больше не стала делать татуировку. Но если уже так случилось, что она проявилась, нужно удалять. Но опять антигистаминный, местной гормональной мази, они дадут временное облегчение, и назначать их должен доктор. А удалять тоже, наверное, должен доктор. И вот ещё есть, нормально ли это реакция на лазерное удаление. И фотография, конечно, вызывает сразу жуть и шок, просто какой кошмар. Но если приглядеться, то есть это сразу после лазерного удаления. Я тоже посоветовалась с Виталиком Микрюковым, и он мне сказал, что здесь, в принципе, допустимая реакция кожи на воздействие лазером. Особенно, когда пигментов кожи уже мало, мастер увеличивает мощность. Но, тем не менее, кожа не повреждена, есть немножечко синячков, но нет открытых ран, каких-то кровоподтёков. И есть, естественно, отёк. Отёк бывает после лазерного удаления часто, если даже не сказать всегда. Но выглядит жутко. Но что здесь сделать? Тоже, скорее всего, какие-то антигистаминные препараты, холод. На второй день, скорее всего, отёка уже не будет, и синяки сойдут, как обычно, в течение недели примерно, и всё будет нормально. Но допускать ран во время удаления лазером не стоит. И тут, конечно, удалять, безусловно, стоило, потому что, посмотрите, отросли свои брови и их место гораздо ниже. То есть, когда-то какой-то мастер, очевидно, сбрил или удалил брови клиенту и нарисовал гораздо выше, ещё и какую-то безобразную форму. Не делайте так, чтобы потом ваши клиенты не страдали от удаления. Но, бывает, случается, как видите. Жуткая картина после удаления лазером, но, тем не менее, она не такая уж и страшная, как кажется. Немножко интересного сейчас пробежимся. Вот смотрите, многие мастера перманентного макияжа почему-то считают, что они могут быть немножко косметологами, и совершать вот такие процедуры, которые делаются китайскими ручками, плазмопенами так называемыми. Можно сказать, что это выжигание по коже лица, которое зависит от того, насколько близко мастер поднёс этот аппарат к коже лица. Выжигаются такие дырочки, которые якобы убирают морщины, убирают рубцы, обновляют кожу. Это супер травматичная, опасная техника. Не занимайтесь этим, пожалуйста. Особенно, если кто-то вам предлагает расширить линейку услуг у вас в кабинете, потому что есть, конечно, очень плотные кожи, на которых, как на собаке, всё заживает и рубцов не останется. Но есть кожи, например, моя, если бы сделали такое со мной, то я осталась бы вот с такими точками навеки вечные, потому что у меня от малейшей травматизации остаётся пигментация на коже, даже иногда рубчики. Правильные аппараты, вот здесь есть пример, доктор, который делает эту процедуру, выставляет настройки, видя, какая перед ним кожа. То есть, там глубина, сила воздействия, всё это регулируется супер точным лазером. Не трясущейся рукой мастера, который может вам выжечь узор, с которым вы останетесь на веки вечные, а это очень высокоточный аппарат. Посмотрите, как красиво выглядит работа лазером и насколько одинаковое расстояние, насколько это всё контролируемо. И перестаньте выбросьте эту идею из своей головы, не делайте таких процедур с вашими клиентами. Это не экологично и неправильно. Вот ещё одна прикольная фотография, которая вам показывает. То есть, в интернете ходила вот такая фотография с ярко-синим цветом, который проглянул из-под ожога на руке, на которой была татуировка. Но на самом деле, мне тоже Виталик дал эту фотографию, она не была такой яркой. Но, тем не менее, видно, что под эпидермисом лежит более яркий, более светлый какой-то цвет. И тут хорошо можно представить, если снять слой кожи, какой прекрасный внутри всё ещё правильный цвет находится. И если вы заглубились и видите перед собой сизый цвет бровей или какой-то синий-фиолетовый цвет на губах, коричневые какие-то пятна на губах, то вы должны понимать, что если вскрыть кожу, вы можете убедиться, что под кожей лежит всё тот же прекрасный цвет. И если вы заглубились, то цвет выглядит некрасиво только благодаря вам, а не потому, что пигмент изменился или чёрный стал синим. Он физически не может стать синим, он просто меняется в зависимости от того, какой толщины фильтр лежит над ним. То есть, насколько глубоко вы внесли пигмент в кожу. Такое, знаете, прикол доказательства. Может быть, кто-то из вас не видел, и вам будет полезно посмотреть, как выглядит цвет под эпидермисом. Все вы знаете, что я сделала недавно пластическую операцию, и линия роста волос у меня немножко сместилась. И одна из моих подписчиц мне прислала вот эту фотографию и спросила, а не хочу ли я себе нарисовать волосики где-нибудь там, где они были раньше. Я сказала, не хочу. И это, конечно, чудовищно. Что делают некоторые мастера со своими клиентами? Нарисовать такие косы – это, конечно, жуть. Что здесь мы видим? Я против того, чтобы мастера делали такое с клиентами, но есть некоторая категория людей, которым очень нужно эпатировать всех вокруг. Я не знаю, почему они не носят декоративную косметику, почему они не позволяют с собой делать такое. Я даже не представляю, как они будут удалять этот красный цвет, когда надоест носить. Вот эти все разноцветные волосиночки, которые прорисовываются. А когда это одна-две волосины, я не вижу ничего страшного, потому что они не бросаются в глаза. Но есть несколько мастеров, неплохие по качеству внесения пигмента в кожу работы. Но когда это фиолетовый, жёлтый, зелёный и красный, год-два походит клиент с этим, а потом захочет удалить. И вот тут начнутся все мучения. Короче, я не приветствую такие работы. Вот здесь интересная работа для трихопигментации. Какой-то аппарат используют, который, очевидно, на одной глубине вносит пигмент в кожу. Не знаю, заживших тут не показывают, но такая инновация прикольная, чтобы был контроль, чтобы не заглубляться. Вот это вообще из рубрики «Безумие и отвага». То есть, человек смотрит в зеркало. Вообще, вы знаете, что в кабинете по лазерному удалению не должно быть зеркала и отражающих предметов вокруг, потому что может лазерный луч отразиться и испортить вам зрение. А здесь человек сам себе делает карбоновый пилинг, очевидно, глядя в зеркало. Потрясающе просто. Очевидно, где-то есть вторая пара глаз у неё. Кстати, насчёт карбонового пилинга. Некоторые мастера, получая лазер и с ним насадку для карбонового пилинга, начинают эту процедуру делать своим клиентам. И забывают, наносят пилинг, задевая, например, губы или брови и проходят с этой насадкой и одновременно портят свою или чужую работу, потому что случается какая-то инверсия цвета от того, что это всё равно лазер не перестал быть лазером и он меняет оттенок цвета, убирая вот этот чёрный раствор с лица. Поэтому, если вдруг вы занимаетесь карбоновым пилингом, отступайте всегда очень сильно от бровей и от губ, чтобы не изменить оттенок. Потому что некоторые губные оттенки могут посереть, а некоторые бровные цвета могут стать оранжевыми. И зачем вам портить процедуру? Просто не наносите близко. Тут тоже небольшой трэш. Я видела, как делают веснушки, я видела, как удаляют веснушки, как это мучительно вот эту грязь удалять. То есть, я очень много денег трачу на то, чтобы убрать с кожи пигментные пятна. Потому что я когда-то любила загорать и теперь меня раздражает, когда в какие-то конгломераты всплываются веснушки, которые у меня иногда проступают тоже. Поэтому я их удаляю. А здесь вообще, посмотрите, красота-то какая. Разноцветные веснушки, которые вообще потом фиг удалишь, потому что они прямо вообще и жёлтые, и красные, и фиолетовые. Как поведёт себя с ними лазер, я не знаю. Но у человека и брови так себе. И, очевидно, трэшак в виде разноцветных веснушек, повеселить окружающих. Видимо, я не знаю, зачем это делать. Кошмар. Смотрите, почему-то очень популярная техника суперчётких контуров прижилась очень сильно именно в Америке. Основное количество мастеров, которые вот таким образом работают, живут в Америке, учат так работать. И если лёгкая рука, я вижу, что некоторые мастера и в России делают контур, а потом закрашивают внутри него уже равномерно. Если лёгкая рука, то, скорее всего, заживёт это без контура. Но есть много кейсов, когда вот такая линия чёткая заживает так же чётко и от неё не избавиться. И ещё и мастер там заглубляется. И я считаю это некрасивым. Я призываю создавать форму при помощи растушёвки. И она должна быть мягкой по периметру. Не знаю, почему в Америке прижилось именно это, использование такой линии. Вы знаете, мне пришло очень много фотографий вот таких работ. Я вижу, что это аппаратная техника. То есть, кто-то учится делать волоски, но вот такими безумными какими-то косами. Причём прекрасные были рассеянные тонкие брови, из которых можно было создать очень красивый рисунок. Вот такие локоны мне не нравятся. И если вас кто-то учит делать подобное, бегите прочь. У нас есть онлайн-курс, на котором вы можете научиться совершенно бесплатно делать отличные волоски, но не вот такие вот локоны. То есть, какая здесь ошибка? Если взять форму, форма отличная. Левая и правая бровь симметричная и красивая форма. Но здесь просто как будто расчесали расчёской с широким зубцом. Ошибка в том, что прокрашен пучок, которым мастер пытается создать пучки. Он от самого низа до самого верха вот такими равномерными полосками прокрашен. То есть, эту бровь можно было сделать прекрасной, если мастер бы прокрасил только в середине. Пытался бы создать пучки только в середине брови и оставил бы вот такие прозрачные тоненькие волоски по периметру сверху и снизу нетронутыми. Я не вижу здесь заглубления, я вижу тонкие волоски, но я не понимаю, почему настолько безобразный рисунок создан. Может быть, это какой-то запрос клиента. Короче, не делайте так, это плохо. Торонто причём написано. Мне присылали много таких работ из арабских стран, почему-то там очень популярны они. Но почему в Торонто делают такое? Не знаю, как-то они отстали. Прекрасная работа, вообще не вижу проблем, чтобы делать перманентный макияж губ мужчинам, у которых недостаточно цвета в губах или, может быть, есть какие-то негативные оттенки. Очень мягкая, очень хорошая, без контура. То есть, здесь от середины, получается, от слизистой к внешней части шли. Просто задача была изменить оттенок и сделать их чуть более розовыми, эти губы. Я знаю точно, у меня подружка работает в Дубае, у неё большой запрос на изменение цвета губ и у мужчин тоже. Поэтому мне очень нравится, как выполнена эта работа. Мастеру респект! Мне кажется, что мужской татуаж должен быть именно таким. Ненавязчивым, правильно подобранный цвет, вообще отлично. Эта работа уже немножко более спорная, но она свежая и, скорее всего, здесь уйдёт много цвета и тоже будет всё отлично. Потому что здесь слишком какой-то такой, слишком розовый барби цвет какой-то подобран. Но если присмотреться к этой части, к слизистой, то, может быть, он и подходит. Потому что он нейтрализует намёк вот этой коричневой холодности по периметру и на верхней губе. Сделает губы более мягкими, более тёплыми и в то же время вполне себе натуральными. Здесь тоже нету контура. Мне нравится эта работа. Я думаю, что заживёт она прекрасно. И вот ещё одна работа. Тоже мне много присылают таких вот работ. Спрашивают, что они имеют право на существование? Безусловно, имеют. Безусловно, если губы прекрасной формы, если нужно придать вот это просто ощущение, что лёгкий блеск нанесён на середину губы, вы можете работать вот в такой технике. То есть, вы просто прокрашиваете от слизистой к внешней части. По-моему, у меня даже есть на эту тему видео в одном из вебинаров по губам. Я делала такую процедуру без контуров. Либо вы можете просто очертить контур не смываемой красной ручкой, чтобы не выскочить. Потому что в процессе работы губы иногда отекают и вам становится непонятно, где остановиться. И это будет граница, за которую вам нельзя выходить. Всё остальное мягко прокрашено и получается основная насыщенность в середине, возле слизистой. И она постепенно сходит на нет к внешнему контуру. Прекрасная работа, мне очень нравится. Но смотреться она будет хорошо, как вот здесь. Нужна вот такая же алебастровая чистая красивая кожа. Потому что, если сделать такую работу на ком-то смуглом или на ком-то как я, когда есть по контуру пигментация, ничего хорошего не получится. Это не будет красиво. Должны быть идеальные светлые губы, когда мало своего пигмента и когда хорошая красивая кожа вокруг. Ладно, на этом мы сегодня закруглимся. Вы же помните, что я недавно очень серьёзно болела и что-то мне сегодня тяжело было отвечать на эти вопросы. И, возможно, я немножко усложнила ответы. Напишите в комментариях, пожалуйста, слишком ли я сегодня пространно отвечала на вопросы. Хотела показать вам больше всяких трешаков, но что-то я сегодня разболталась, у меня даже в горле пересохло. Всем спасибо, что вы со мной сегодня были, досмотрели это видео до конца. Присылайте всякие такие интересные, странные, сложные какие-то случаи. Обсудим их обязательно в следующих моих видео. Пишите мне в директ в запрещенограмме, так теперь называют эту социальную сеть. Или присылайте в мой Telegram. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Всем спасибо, всем пока.